Приветствую вас! Хотя сегодня 1 апреля, но не до шуток. Сегодня 1 апреля 2020 года запускается второй уровень медицинской реформы. Хорошо или плохо? Вы решаете. Я вам сейчас расскажу. А вы делайте свои выводы. Очень кратко, очень популярно. В чем смысл этой медицинской реформы? Вот смотрите, до этого у нас существовала так званая советская система СМАшка. В чем здесь логика? Считается население по стране, по регионам, по отдельным населенным пунктам. Потом считают, сколько населения может болеть. В принципе, показатели как-то есть средние. Исходя из этого рассчитывают, сколько надо больниц, поликлиник, врачей. Слово «колько места», слышали? Вот это же и есть логика. Считалось так, что считали, ага, столько людей, значит, столько может заболеть, столько не могут побыть в больнице. Такое-то время с такими-то болезнями. И считали, что на этот регион столько проживает, значит, надо столько-колько мест, столько больниц. Соответственно, столько врачей, столько медсестр. То есть считалось с точки зрения территории. При этом, все это привязывалось до госбюджета. Поделили, посчитали. Есть поликлиника, есть больница, есть штаб. Соответственно, есть штабное расписание, есть зарплата. Это все посчитали. И из госбюджета идут деньги. Перечисляется в поликлинику, больницу, зарплата врача. В результате получился ужасный перекус. Он еще в Советском Союзе-то был, но в наше время... Ну, вы понимаете, какая ситуация. Очень многие люди, они как бы по документам прописаны в этом районе, а давно уже они там не живут. И получается так, в одних регионах есть больницы, поликлиники, некого лечить, физически некого, мало людей уезжали. А то есть наоборот. Значительно больше, и даже когда человек обращается, говорит, куда, куда, лжить некуда. Поэтому и предложили поменять модель. Вот это и есть медицинская реформа. Логика заключается в следующем. Где они идут за вами? Ну, в каком смысле идут? Например, не дай Боже, вы заболели. Не коронавирусом, а обычной простудой. Вы обращаетесь к вашему семейному врачу. Было достаточно времени заключить договор или выбрать, какой вам больше нравится семейный врач. Причем вы можете выбрать его, например, вы прописаны в Полтавской области, а сейчас в Киеве. В Киеве. То есть не привязаны к территории. Вы можете в любой точке Украины выбрать семейного врача. Вот где вы находитесь, где вам больше нравится. Причем я скажу очень много семейных врачей, тут такая конкуренция сумасшедшая. Только агитируют, иди ко мне, иди ко мне. Тоже дело хорошее. Ну, понятное дело, если что-то очень простенькое, пришли к семейному врачу, он посмотрел, послал, ну, простуда. Ну, что он может, ну, выписал лекарства, сами понимаете, простуду вы сами лечите. Если, не дай Боже, что-то сложнее, вот не дай Боже, то, что мы говорим коронавирус, да, семейный врач вас отправляет по инстанции, вы тогда едете в больницу или в поликлинику, в зависимости какая у вас болезнь, насколько это сложно. И, опять же, вы можете ехать в областной, районный центр, или Киев, ну, опять же, что у вас за болезнь. И уже там получаете медицинскую помощь. При этом, когда пришли к семейному врачу, вот он нас принял, ему за это заплатили. Вы еще раз заболели, пришли, заплатили. Не заболели, вы к нему не пришли, денег нет. С бюджета деньги за вами не идут. То есть, другим словом, если вы не болеете, ну, для бюджета хорошо. Если вы часто болеете, ох, вы нехороший человек, али баба. То же самое, если вы приезжаете, ну, не дай Боже, вы приезжаете в поликлинику, больницу, вам там надо обследовать или лечить, соответственно, тоже с бюджета платят, в зависимости, насколько сложная ваша болезнь. Понятное дело, как вы догадываетесь, платить ужасно мало. Все врачи говорят, что это не, ну, это очень мало, что за такие деньги, да. Но, честно говоря, больше не будет. У нас, если посмотреть, за год, в бюджет Украины выделяется 130-135 миллиардов гривен на медицину. Сумасшедшая сумма. Это 10% нашего бюджета, не удивляйтесь. При этом 90 миллиардов идет на зарплату врачей. Но, все говорят, мало, мало, мало. Единственное, есть надежда, что вот эта система может привести к тому, что, да, действительно, врачи будут, хорошие врачи, к ним будут идти пациенты, они будут получать больше, а вот те, которые не очень хорошие, даже семейные врачи, у них пациентов не будет. И они будут зарабатывать. Такая система, в принципе, я поддерживаю. Почему? Потому что, если вы помните, Чехова читали, Чехов объяснял, что хороший врач, он всегда хорошо жил, потому что у него была клиентура, она им платила гонорар. Он же хороший врач. Если у вас бездарный, клиентуры нет. Он нищенствует. Все по-честному. В идеальном варианте здесь будет такая система. Есть несколько семейных врачей. Ну, вы даже походили к одному. Не, не, не. Нашли хорошую. И ходите к нему. Но лучше не ходите, конечно. Но если, не дай Боже. Конечно, но если, не дай Боже, придется делать сложную операцию, ту сумму денег, которую выделяет СОСБ, не хватит. По этой причине надо спонсорский взнос. Ну, сейчас вы сами знаете, что если вы не депутат, то операцию бесплатно никто вам не сделает. Сами знаете. В СССР было абсолютно то же самое. Единственное, что это называло благодарность. Вообще, в СССР был такой курьез. Если человек попадал в больницу, то обязательно, обязательно имел кошелек с мелкими деньгами. Знаете, чего? Вот надо уколы сделать. Он понимал, что если сестричке даться рубчик или 2 рубля, 3, ну, в зависимости, насколько сложно, или капельницу. То сестричка уколы делает. Причем, делает хорошо. А вот забудете дать рубчик? И она забудет сделать укол? Или сделает так больно, чтобы в следующий раз вы поняли, рубчик надо дать. Чтобы была рука легкая. Да, в СССР это было поголовно. Причем, действительно, все понимали, что лучше не болеть. Да и сейчас, честно говоря, лучше не болеть. Вот это и есть медицинская реформа 2 уровня. То есть считается, что теперь не болейте. Тем более коронавирусом. Если вы будете болеть, посещать своего семейного врача, соответственно, его доходы будут пропорциональны вашим болезням. То же самое в больнице. Да, вы знаете, это все реформы, а резко уменьшили количество больниц. Только за. У нас очень много старых, бездарных, здания полуразвалившихся. Сделали так званые опорные больницы. Другими словами, вы выбрали более-менее нормальные больницы, отремонтировали, что-то отремонтировали, что-то не отремонтировали, не испорили. Хочешь, немножко какое-то оборудование поставили. То есть, другими словами, получается, что? Если, не дай Боже, вы заболели, то у вас семейный врач может хотя бы хоть какую-то направить в больницу, в которой хоть что-то могут сделать. Потому что у нас большое количество больниц, в которых ничего нет, да, их позакрывают, посносят. Слава тебе Господу. Потому что вот эта система СМАшка, она там, в чем логика заключалась? Там надо было, чтобы больше, 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 больше больниц. Толку никакого, зато больше. А тут все наоборот. Тут будет меньше, да лучше. Я понимаю, что тоже в некоторых регионах больницы слабенькие, там радикально ничего не поменяется. Но я понимаю одно. Вот эта конкуренция, во-первых, создаст рынок семейных врачей. Вот эта конкуренция создаст частные больницы, поликлиники. И вот эта конкуренция наконец-то сделает нормальную систему, когда вам не надо будет цвать или договариваться, и потом не знать платить сколько, как. В больнице есть прескурант. Заплатили. Вы знаете, что вам предоставили качественную медицинскую скульту. Поймите, бесплатно медицины не бывает. Вы понимаете, вы же когда работаете, вы же зарплату хотите получать, почему считаете, что врачи не должны получать зарплату? Это глупо. Ну и пару слов насчет коронавируса. Смотрите, коронавирус это не семейный. Врач, вы сами понимаете, это институционный больнице. Если, не дай Боже, у вас симптомы, семейный врач вас должен направить соответственно в соответствующую поликлинику или, да вы извиняюсь, больницу, где вас должны взять анализы коронавируса и где вы должны лечиться. На сегодняшний момент вот эти вот, которые занимаются коронавирусом, им выделяют дополнительные деньги этим больницам и, соответственно, уже тут даже не просто за вами деньги идут, а еще дополнительно платят медицинскую институционным больницам, чтобы они лечили вас от коронавируса. Как это у них получается? Ну, как получается, а что вы хотите? Ну, еще раз, для того, чтобы быть здоровым, надо иметь деньги. Чтобы иметь деньги, надо работать. когда сейчас карантин, работайте и не болейте.